Привет-привет! Всем что загляну на мой канал? Меня зовут Лена Босс, и сегодня у меня обзор кучи всего из Golden Scrub. Вчера, сегодня воскресенье, у нас 22-е, а вчера в субботу у нас был живой мастер-класс с Вероникой Соловьёвой. Мы делали крутые альбомчики, вот такой у меня альбомчик. У меня, я даже не знаю, я снимала кусочки оттуда, и что-то буду озвучивать. Я не знаю, это будет отдельным роликом, либо я это во влог где-то пущу, но, скорее всего, это уже часть вышла у меня где-то. Вот, на канале, и там же я покажу и обзор этого альбома, который мы сделали на МК. Поделюсь впечатлениями о мастер-классе сегодня про дизайн-посылку, которую я вчера забрала. Это вторая наша дизайн-посылка. Всего у нас за время дизайнерства должно быть две посылки. Две посылки и мой заказ. Ещё вчера, естественно, я первый раз была в Golden Scrub. Там вообще раз, два, три, три, по-моему, больших помещения с кучей-кучей товаров, материалов. Я, наверное, процентов десять только посмотрела. Не особо было много времени, потому что мы, собственно, мастер-классом занимались, и хотелось пообщаться с девчонками, но я туда ещё вернусь и ещё обязательно посмотрю всё. Так вот, естественно, я там добрала. Примерно ещё, как половина дизайн-посылки. Что, где, я даже вам, наверное, не скажу, потому что дизайн-посылку я оформляла, наверное, неделю-полторы назад, две, две, наверное, недели назад, да, оформила. А заказ мой вчера, ну, не знаю, там всё вместе лежит. Давайте, у меня вот такой вот пакет из Golden Scrub, видите, такой большой-большой. И сейчас всё будем смотреть, что ещё я тут взяла. Так, первое, что я вам покажу, вот такой кожзам. Огромный стеллаж с кожзамом, с замшей, с ещё всякими разными материалами для обложки. Я влюбилась, и вы знаете, я люблю такой цвет, зелёный, такой травяной. Я вообще весь зелёный люблю, но травяной вот этот особенно классный. крокодил такой цвет, мне кажется, для новогодних работ подойдёт. Он ещё такой бархатный. Вот большой отрез, ну, наверное, на 70, на 33, что-то такое. Прям я увидела и схватила. Там, по-моему, один или два отреза ещё у вас осталось. Так что, если кому понравилось, бегите. Ещё. Ещё взяла вот такие зажимы. Короче, сейчас буду как из этой, просто доставать, чтобы под руку попалось. Эти зажимы нам давали такие на мастер-классе, чтобы мы использовали, да, и мне очень понравилось. Они классные. Ну, по зажиму и зажиму просто выглядят красиво, да, и на фотографиях будут красиво смотреться. Короче, взяла для фоток, наверное. Больше они продаются комплектом из трёх штук. Следующая. Следующая вот такая вот штука. Штука с разными... Хотя я даже не знаю, что. А, белая, акриловая краска. Да, я взяла, потому что у меня как-то закончилось. У меня, знаете, всё было из строительного большая... Ну, просто то же самое, акриловая краска. Я как-то тут переливала из этой банки. Железную, знаете, такую ещё поддевать надо. Но мне что-то лень в последнее время её искать. Она уже там вся засохла. Короче, я заказала акриловую краску от Fractal Paint. Просто белую. Для брызг. Ну, для брызг, например, я ещё взяла по ткани. У меня есть. А это будет ещё где-нибудь, если что-то надо подкрасить. Конечно, пудрочки ВАВ, это не одни. Там ещё одна будет. Это вот как раз что было в дизайн-посылке, наверное. Поэтому оно отдельно лежало. Взяла базовые цвета. Много сейчас пришло пудр. Вот такой фиолетовый. Я думала, у меня вообще нет фиолетовых взяла. Но на самом деле я потом всё-таки нашла в своих запасах. Но он не чисто фиолетовый. Ну вот, если здесь увидеть, вот так с краю фиолетовый такой оттенок. Я тут им хосила для работы. Вот. Тоже от ВОВ у меня пудра. Ну, она там такая немножко. Тут чисто фиолетовая. Как раз вот у меня сейчас будет работа из набора для вырезания «Колдовские силы». Да. Вот. И сейчас вот я ещё одну делаю с этим. С крафтоплоком. Что-то пойдёт. Ну, конечно, красную. Красную у меня есть только от эмали. Вот. Такая красная. Но она не даёт сильного оттенка. Не укрылистая. Это же эмаль. А эта прям будет красная. Ну, к Новому году, естественно, я взяла... Там был прям ярко красный. Это немножко такой кирпичный цвет, наверное, да? Тут даже вот Александр. Оренке. Не знаю, как этот бренд сюда приложился. Но, видимо, «Любовь Дианы» называется цвет. Так, ещё взяла, конечно, посыпушки, как Вероника их показала у себя в этом видео. Я посмотрела. А вчера я пользовалась ими на мастер-классе. Очень они мне понравились. Вот они. Вот они классные. Они такие тяжёленькие камушки. Но очень приятные, что здесь они ещё разнофрактальные, да? Или как это назвать? Разнодисперсные. Такая хорошая баночка плотненькая, тяжёленькая. И вот это я взяла. На самом деле думала, что это будет какая-то типа замена глосси. У меня, конечно, глосси ещё полно. Но почему нет? Использую, да, что-то новое. Но вот оказывается, это не совсем глосси. Это больше как именно гель. Его можно использовать чем-то... Я, например, думала имитацию делать пряников сейчас на Новый год, да? И посыпать каким-нибудь блестящим глиттером. Сейчас бы попробовать где-нибудь. Нашла тестовую бумажечку. Вот это вот такой вот носик удобный идёт. Ну-ка, он прозрачный должен быть. Нет, вроде есть. Вот. Да, вот такой вот он плотненький. Конечно, это не глосси. Он именно держит объём. Надо приноровиться, как наносить его. Ну, конечно, стоит и не делает. Вот. И, скорее всего, это посыпать. Сейчас, наверное, не найду я глиттер. Под рукой. Хотя у меня здесь есть где-то в баночке. О, слушайте, я прямо его и захватила. Вот. Вчера тоже у Вероники этот глиттер видела. Вот. Что здорово. На мастер-классе девочки прямо рядом ходили. Кто там работает. А молодцы такие. Я такая, о, классный глиттер. Тут мимо Тани проходит. Я говорю, Таня, есть такой глиттер? Да, есть. Говорит, пошла сразу мне нашла. В корзиночку мою положила. Очень удобно. Ну, и вот так вот посыпать. И у нас будет такая вот измейка. Сейчас у меня тут все будет в этом глиттере. Он классный, розовое золото такое. И хорошо держится. Мне прям понравилось. Сейчас я это дело ссыплю. Ну, и вот такой эффект будет, да? Объемный. С этим 3D-келем. Ну, конечно, видите, я его немножко ошиблась. Это вчера мне уже девчонки объяснили, кто там работает. Я говорю, это как глосси. Они говорят, все-таки нет. Это не глосси. Это именно создавать объем какой-то вот такой. Интересный может быть снег делать, да? Домики оформлять сейчас на Новый год. Будет отлично. Ну, короче, вместе попользуемся такой штукой. Ну, глиттер, да? Это уже остатки от фабрики Декору. Идут там. Так. С баночками все. Мне кажется, с баночками еще не все. Потому что там у меня есть пизыпушки, но они не в баночке. Так, взяла замшу. Опять же, вот такая вот, не знаю, как назвать, фиолетовая. И цвет тоже фиолетовый. Вот как раз коллекции от Крафтуклок. Вот эта коллекция от Крафтуклок. Я прямо сейчас с ней работаю. И мне не хватало на обложку. Конечно, нашла кожзам. Ну, такой он прямо на контрасте бирюза взяла. А на корешочек нет ничего. И вот этот цвет я под нее взяла, под эту коллекцию. Хотя и тот, в принципе, подойдет. Но вот этот я больше взяла к колдовским силам. Замша. Такой, потому что там прямо вот именно этот оттенок фиолетового классного. Замша много. Разный. Классный. Там тоже все так разложено красиво. Я бы все скупила. Но, знаете, финансы ограничены, да? Так, убираем в сторону сюда. Следом. Следом вот у меня идет моя ведомость, что я вчера купила. Еще идут ленточки. Это было в дизайн посылку я взяла. По-моему, это уже последний, потому что их очень быстро расхватывали. По-моему, по 2 метра здесь вот это... А, это синяя. Синяя, белая. Желтая широкая, зеленая и оранжевая. Не буду вытаскивать от моей артс. Ну, прям быстро разошлись в Golden Scrub. Прям вот буквально, мне кажется, неделю-две, как или три привезли. Уже почти ничего нет там. Все-все, расхватали ленточки. Еще баночку. Вот пудра. Зашла я вчера вот в этот отдел с пудрами. Большой, огромный. У них даже там есть каталог удобный. Уже с пробниками, да? Можно посмотреть. Одну пудру там нашла, которая очень понравилась. Жалко, я ее не сфотографировала. Но у них не было ее в наличии. Может быть, это какой-то старый релиз. Потому что каталог уже давнишний. Но я думала, как я. Я, конечно, знала, что у меня в дизайн-посылке две есть. Но как я пришла и не куплю ни одной пудрю. Вот думала, думала, какую взять. Потом под руку вот эта попалась. Лена Слаутина еще там была. Привет. И тебе. Говорит, зачем тебе она? Что за цвет такой странный? А я не знаю, я люблю такие яркие. Хотя и нечасто их применяю. Но тем не менее, иногда хочется именно под какую-то конкретную пудру подстроить весь проект. Потому что на уникальный цвет редко кто с ним будет работать. А я сделаю с ним работу. На нем акцент. И она выделится среди остальных. Единственное, у меня уже есть яркая. Но вот такая. Прямо это, как называется, неон. А эта вот такая приятнее. Надо запечь, попробовать. Я, скорее всего, здесь прикреплю фотографию. Я сейчас сяду, сделаю такую же крышечку сюда. И приклю фотографию и этой, и вот этих. И фиолетовой, и красной. Как выглядит пудрочка. Вот. Уже все. Сейчас, получается, у меня останется пять мест только на моей крутилке. От Яны Седышевой для пудры. Вау. Надо теперь взвешенно думать. А то потом что, вторую крутилку покупать? Еще из посыпуха. Опять же, вот эти вот шарики. Или, как назвать, пайетки маленькие. У Вероники вчера увидела как раз. Тоже взяла. Вот такие. Не знаю, что фирма. Вот это, наверное, фирма написана. И есть пайетки. Так, давайте приберу здесь банки. И будем доставать еще. Дальше. Да, это тоже то, что я вчера взяла. Все. Было не остановить меня. Вот этот наборчик. Собственно, мы с ним и работали, да. Но мне его мало. Тут что тут? Альбомчик 10 на 15. Тут буквально три разворота, да. И то не вся бумажка использовалась. И вырезалки Вероника за нас уже вырезала. Короче, я решила взять наборчик. И, собственно, когда я шла на этот, я думала, это будет моя последняя на мастер-класс работа в Хэллоуин. У меня в этом году был уже большой альбом хэллоуинский. У меня был гримуар ведьманский. У меня был миник хэллоуинский. И вот это, считай, четвертая работа, да. Думала, ну, хватит. Но нет, я поняла, что пока сидела там, что мне нужно еще и поработать с этой коллекцией. Хэллоуин, да, от Dreamlight Studio. Вот такой вот наборчик. Он там продается в магазине целиком. И по одной трети. Соответственно, можно и две трети закинуть. Но я решила уже брать так брать. Потому что мне и вырезалки понравились. И вот такие фоны со звездочками. И вот вырезалки. Классные. По три, получается, здесь элементы. Вот двери прикольные. Можете с ними поработать. Я прям не насладилась всеми этими вырезалками в МК. Небольшой были карточки. Вот такие. Вот такие элементы, да, с этими привидениями. Короче, Новый год у меня в этом году позже намного начнется. Я все хэллоуин. Все хэллоуин у меня. Вот такие карточки идут, да. Яркие. Вот клеточка. С обратной стороны. Вот и эти зеленые, да, тыквы сочные такие. Хорошие елочки, кстати, уже идут, да. Здесь горошек просто. И последняя тройка. Вот такие карточки. Тоже интересные. И вот такая карта. Карты игральные, да, идут. Вот. В общем, прям вот следующую работу я сяду и за нее. За нее, соответственно, ну, как, у меня есть наборчик. К нему надо что-то добрать. Декор, да. Вот такие взяла. Штампики на сайте есть. То есть они к теме Гарри Поттера подойдут, да. Здесь вот книжка, метла. Там надпись какая-то есть. Не видно за наклейкой. Сейчас я вытащу, наверное. Это силиконовые такие вообще недорогие штампы. Блин, порвала. Недорогие штампы. Ну, я их использую. Вот буду. Кажется. Будь гретьфул. Да. И thank you. И вот в хэллоуинской теме и в ведьминской теме вот такие бутылочки мне понравились. Я говорила, да, у меня бутылочки и штампики только такие современные. Это вот как раз вот именно такие алхимические. У меня еще коллекция алхимии есть от Мистера Пейнтера и грибов у меня таких. И не, собственно, даже штампов-шляпы. Вот это вот. Ну, в общем, нет у меня таких штампов. Баночка только не пойму, сюда к чему. Она такая очень милая. Хотя, может быть, вот к Вензинову дню, да. Но вот к этой теме она, мне кажется, не подходит. Остальные все прям удачные. Вот. Взяла, короче, к этой теме и к теме Гарри. Все, никак я не засяду за альбом. Да. Ой, столько много в Голден Скрапе. На тему Гарри Поттера. Ну, она большая поклонница. И там прям отдельные есть разделы. Например, чеборд от скрапиков, по-моему. Все на тему Гарри Поттера отделено. Тип-борд от Лео Мамина. Эту тему все отделено. Так, вот такой вот силан. У меня есть просто один подсвечник, свеча одна. Но я решила, что это тоже нужно. Потому что я хочу сейчас делать и семейный такой архивный альбом. И опять же, в тему Хэллоуина. И в тему Гарри. И недорогой ножик классный. И еще, ну, естественно, вот такой. Я когда его увидела, он был на сайте еще месяца полтора назад. Но я не успела его купить в Голден Скрапе. Я девочкам попросила, они привезли. И вот я его тоже себе взяла. Единственное, что я думала, что я это... Ну, рожицы можно прям сразу на вырубке вырубать. А тут получается, что их отдельно вырубаешь и приклеиваешь. Потому что если ты сразу приложишь к вырубке этот ножик, то, соответственно, крайняя рожица тоже там отпечатается. Было бы здорово, если бы они отдельными плашками были, да. Тогда бы можно было сразу тут вырубать. Ну, тоже прикольно. Так, это вот еще на тему магии, да. Что тут написано? Так, вот так. Вич-ведьма и мэджик-магия, да. И опять же здесь котлы от скрапиков. Тип котлы. Мешки какие-то. Перья, книги. Бутылочки. Тоже к этой теме пойдет. Вот этот ножик девчонки мне показали. Такие, они перебирают. Ищет мне вот этот нож. Смотри, какие грибочки. Я думаю, блин, ну какие грибочки. Они именно тут с тиснением и с прорезями. Прикольные, классные. Я надеюсь, я прорублю и здесь день фотографии прикреплю. Не знаю, пойдет ли мне сейчас. Потому что я сейчас чисто осеннее не хотела работать. Хотя вот у меня лежит от Dreamlight осенняя. Туда бы тоже пошла. Это вышли эти грибочки. Так, у меня грибов нет таких. У меня только есть фантазийные такие грибы. Сказочные. А вот именно натуралистичных. Тут вот это же кто? Рыжик, да. Какие-то опята. Вот это мухомор. Это, наверное, белый. Вот это не знаю, что за гриб. Может, сыроежка какая-нибудь. Что-то такое. Классный наборчик. Вообще даже не видела, что с такой набор вышел. Это надписи тоже на волшебную тему. Ну, не знаю, к теме Гарри. Это от Scrap Magia. Или к теме вот Хэллоуину. Что-то туда пойдет. Новый год уже начала брать. Потому что мне надо будет. Да. Что тут у меня еще? Еще ножи. Это тоже вчера взяла. Вот еще Новый год. Такой-такой. Это все чип от Scrap Magia, да? Да, Scrap Magia идет. Ну, это вы еще увидите у меня в работах. Как раз вот к этой коллекции, которую я брала. Обратите внимание. Она прямо очень дешево стоит. А в Golden Scrap 12 листов. И очень сочные принты. Иногда Крафтоклок грешит, что обложка очень сочная. А по факту приходит бледнее. Или не так насыщенно много цветов. А тут прям очень классный набор. Я уже показывала его в той посудке, в той распаковке. Вот. Новогодний взяла вот такой вот ножик. Это, по-моему, Art Scrap ножики. Но они прям тоже быстро расходились. Потому что очень-очень дешево стоят на Новый год. Шарики пойдут. Их можно делить, мне кажется. И вместе использовать. Не теряю надежды сделать прорывалку альбом. И потихоньку собираю материалы. К тому же тут прям дешево. Они по 60 рублей, что ли. Или по 80. Или какие-то мормышки две. И две рыбины такие. Ну вот они такие неровные. Обычно рыбки такие рисуют. Просто раз. И, по-моему, у меня есть такие просто. Как бы овальчик и треугольничек. А тут прям такие тоже натуралистичные рыбы. Вот этот нож. Я сейчас работала над хэллоуинским альбомом. И я перебирала вырубку. Мне девочки периодически присылают. И кто-то мне присылал. По-моему, Оль Коусова. Я за имбосил. Мне так эти лампочки понравились. Я думаю, надо купить. А тут прихожу, перебираю стеллаж с ножами. И смотрю, он есть. Я думаю, это судьба просто. Потому что мне очень понравились эти лампочки. Может быть, где-то здесь я прикреплю фотографию. Где я их использовала. Очень прикольно. И вот это, и вот это. И вниз можно использовать. И вверх, как фонарь. Это такое есть. Ну, вообще, здорово. Хорошо они с пудрами смотрятся. Именно так в металлике. Так, что еще у меня тут? Еще какая-то баночка. Две баночки. А, посыпухи я вчера взяла. Вот такие икра у меня закончилась. На хэллоуинском альбоме. И хоть она очень быстро у меня рассыпалась. Большинство. Но теперь Вероника меня научила, как пользоваться такими круглыми посыпухами. Удобно их засыпать. Поэтому я взяла себе еще такую икру. И вот это тоже закончился. Топпинг. Такая крошка. Как она? Ой-ой-ой. Кварц, да? Да. Кварц. Дека. Дека топпинг кварц. Так. А это называется цветное стекло. По-моему, она так и называется. Черная икра. Да, черная икра. Вот. 0,65 и 0,22. Вот это очень прям универсальный. И постоянно только черного там не было. Я вообще черный взяла. Так. Из ножей еще вот такой взяла тарт-скраб. Опять же, это реклама была делать. Вот мы его здесь использовали. Это домик. Вот здесь и где-то тут на развороте еще был домик. Вот он. Заимбосенный. Ведьминский. Опять же, у меня не было ведьминского домика. Все, теперь есть ведьминский домик. Так. И теперь давайте перейдем к бумажной. Прямо части, которая большая у меня. Так. Спуху-спуху. У меня оказывается, это еще не все. Еще в дизайн посылки я закидывала. Приходили различные, падает тут все у меня, различные вот такие вот миксы на различные тематики. Они прям подобраны. Это многопогодняя была тематика. Такие, да, цвета. Они тут разных размеров. И цвета как раз красный, белый и зеленый. Самое то для Нового года. Вот. И вот такой хэллоуинский. Даже еще какой-то. А, это осенний был, да? Это именно бисер. Как топинг. Вот такой. И вот такой вот красивый. У меня есть, кстати, баночки. Сейчас надо пересыпать. Так удобнее будет. Микс как раз вот. Ну, вот это вот, наверное, больше к эклектике бы подходило. Потому что здесь рыжий есть. В Дремлайт там рыжей особо нет, мне кажется. Хотя вот тут есть у нас. Но он не такой активный, да? Тут будет прям по-клоунски смотреться. Сюда это не подойдет. Вот, вот, красивый. Тут и большие прям такие есть бусины. И поменьше. И осень. Но я больше сладко не как осень, а как для детских работ. Служу такой топинги. Дальше. Дальше, дальше. Вот такой пакет. И чипик у меня еще здесь лежит. А там кто это? Вот. Чао Белла. Нет, там перья. Я все время путаюсь. Там перья. Чао Белла. Такой вот чип-борд красивый. Вырезанный. Прям без контура. Видите, будет белого. Я не буду сейчас открывать. Много элементов. Я его взяла. Мне кажется, коллекция Трина. Сейчас давайте посмотрим. Или посмотреть еще вот эти маленькие тухи. Я прям теряюсь. Тут еще у меня вот такие вот вязаные элементы. Есть и шапочка, и варежки, и там в разных цветах. Это все есть. На нее взяла таких универсальных новогодних цветов. Пампушка прям такой пушистый-пушистый. Надо не потерять это дело. Так, здесь опять же новогодничку. Блин, я забыла, что я взяла уже новогодний чип. И еще набрала. И ножи. Ну, это уже точно дизайн-посылка. Так, что по чипу я тут взяла? Опять же взяла. Прошлую посылку говорила, что я Кэтрин Крафт открыла. Вот этот вот из, как его, гофрокартона, да? Чипборд красивый. В этот раз вот птички тоже взяла. Классный. А, скрапиков, да? Вот такой вот чип новогодний. Раз. Вот такой с бубенчиками красными. Два. И это вот на осеннюю тематику надо сейчас положить. Идти. А от кого это? От Лео Маме. Желуди, да? Даже два вида. Два штуки взяла желудей. Надпись с Новым Годом. Скрапмагия. Олени. Разные, кстати, здорово, что они отдельно стоят. Поскольку работ можно, да, использовать их. Целое стадо. Это скрапмагия? Да, скрапмагия. Еще два вида елок. А я там еще елку взяла. Точнее, не два вида, а один вид. Две штуки, да? Набор вот таких елочек. Вот их классно будет пудрой покрыть. Или даже вот этим 3D-гелем с глиттером, да, сделать. Прикольно. И снежинки вот такие. Дурт от Лайнс. Я даже не помню, что брала их. Ну, точнее, я помню, что с снежинки. Не помню, что это от Лайнс. Взяла заготовку для тиснения. Вот такой олень. Прикольный. Может быть, использовать буду на замше. Такой вот робот как-то мне сейчас не хватало этого. Видите, опять ножи. У меня здесь вот такой взяла в тандеме с штампиком. Универсальный штамп и нож от Геарта. Идет красивая веточка. Не знаю, как название. Геарта не пишет на этом, только артикулы. Пишет. Вот это вот из последнего релиза. Мне показалось, что прям такая штука. Колючая преболока. Универсальная. Ну, конечно, не в детские работы, но в остальные фантазийные. Либо микс-медийные. Либо мужские. И вот я говорю, у меня сейчас лампочка бы подошла. Вот это вот с крафтуклок фиолетовое бы подошло. Вот такую веточку. Вообще не помню, что взяла. А, мне понравилось, да, что листики такие неровные. И там есть ягодки. Тоже как-то она называлась. Может где-то... Нет, вряд ли рябина. Красиво. Хорошо, что я вчера... Мне кажется, я этот нож вчера смотрела. Вот такой взяла фоновый. Тоже лампочку взяла. Поняла, что крутые ножи от Геарта. Такие большие фоновые. Теперь взяла вот такой вот резной. Тоже для альбома какого-нибудь. Сейчас размер вам постараюсь сказать. Здесь получается, ну, вот по вот этой части 11,5. А по высоте с самым пиком 17. Но по сути будет рабочая зона 13 на 9,5 сантиметров. Ну, в принципе, для 7,5 на 10, да, на фотографии. Либо уже половинка, как я делала 7,5, да. Либо открытки попробовать сделать, да. Вот внутренние части не знаю, для чего. Если только какие-то теги делать. Рамочки просто. Резные. Вот набор. И куда без трафаретов. Вот трафарет у меня такой. Это от Стамберии, да. Красивый. Резной. Плотненький. Такой хороший трафарет. И снежинки. Вот, кстати, мне кажется, элементы можно как и фоном использовать. Вот там они еще идут, да. Так и можно использовать отдельно, да. Просто за то, что достаточно крупно. Одну снежинку, например, затрафаретить будет удобно. Или вот эту, да. Или вот этого человечка. Я еще думала, здесь вот видите, есть просто фоновые человечки. Я думала, может быть, как бы одна подложка фона вот этот, а в полчеловечек контурный вот этот. Но они разного размера. Вот этот вот поменьше фон, а человечка побольше. Точно так же, как вот эти, по-моему, вообще одного размера. Было бы здорово. Если бы как бы многослой был бы. Интересный. Так. Все. Все. Я дошла до бумаги. Бумаги в этот раз взяла немного. Потому что я и в прошлый раз, говорю, вот уже новогоднюю взяла. И у меня еще есть немножко. То, что я уже до этого покупала. Конечно, я решила попробовать снова коллекцию Summer Studio. А теперь это владелица бренда Summer Studio Nune. Вот. Собственно, владелец магазина Golden Scrub. Как коллекция называется? Загадай желание. Вот. Очень такая приятная. Нежная. Я сначала как-то на превью скептически отнесла. Я думаю, ну, не совсем мое. Это прям такое нежное, нежное. Мы знаем всех мастеров, которые прям в этих стиле работают. Всегда все нежное. Такое с кружевом, воздушное, с бусинками. Я редко делала такие работы. Но все же взяла несколько листочков. Думаю, ну, хочется попробовать. Много разных элементов. Круто, интересно. Да. Вот такой вот домик. Очень красивый. И елка. Композиция с елкой красивая. Печать классная. Все так здорово сделано. Снеговички. Да. Все так очень хорошо друг с другом сочетается. Ничего не выбивается. Клепарты все один к одному. Ну, вот это немножко как будто прям растянутый. Вот. Вот эта веточка одна. А остальные прям хорошие. И надписи на русском, да. Праздничный момент. Загадай желание. Волшебство. Новогоднее чудо. Я не здорово, что рамочки такие креативные. Да. И, соответственно, ну, надо пару листочков взять. Сколько я взяла листочков? Два. Два, да. Пару листочков я взяла. Вот такой пышный праздник называется листочек. Опять же, вот тут видите, много сколько элементов. Какая-то арка, да. Мне кажется, еще если кто на Новый год свадьбу устраивает, можно из такой... Да что мне не фокусируется. Вот. Можно свадебный новогодний альбом сделать, да. Ну, здорово же. Прям, мне кажется, вот все атрибуты. И подарки, и розовое, и все такое цветы. С обратной стороны вот просто полосочка такая. И вот такой вот интересный лист тоже. С как бы карточками разделен. Но красиво. Прям мне хочется тогда в размер 15 на 15 сделать миник такой. И именно вот главное, чтобы были вот эти вот сами клепарты. Путешествие волшебство. Красивая вот такая вот лавка. Интересная. Ну, просто здесь фон такой. Блин, ну, надо балансировать набор. Ну, ладно, я с этим поработаю. Потом, если пойму, что мне мало, еще возьму. Так, взяла несколько листочков примы. Есть она на сайте. По-моему, прям... Не торого по сравнению. А, нет, смотрите. Нет, это минтай. Я думала, опять еще с этого листочки. Сейчас цены опять подросли. Да, тут еще... Ну, это старая коллекция. Старые цены от примы. Коллекция... Не вижу. Beautiful Christmas, наверное, да. Нет. Или брюкать фолкальный листок называется. Sugar Cook Christmas Collection. Наверное, так. Вот. Как раз вот чипик вот этот я подобрала под него. Мне кажется, было бы хорошо. В принципе, немножко, конечно, поярче чипик. Хотя здесь тоже есть яркие моменты. Вот. Наверное, подойдет. В одну какую-то тоже не сильно большую работу. Тут даже с глиттером немножко есть. Нет, не с глиттером. С фольгированием. Подарочки. Подарочки мерцают. Понятно. Ой, вот это очень приятный принт. В стиле Maya Design, да. Ну, конечно, плотность хорошая. Два таких листа взяла. И два вот таких листа. Мне показалось интересно вот эту сделать вырубку. Опять же, видите, здесь надписи такие интересные. Тоже с фольгированием таким нюансным. И с обратной стороны вот такие вот домики красивые. Елочки, домики. Машинка. Вот. Сюда придет. И вот еще два листочка от Минтай взяла. Наверное, из-за вот этих вырезалок мне понравились яркие. Потому что акцент только на красный. Чуть-чуть голубой и белый. Вот. Для какой-то небольшой, может быть, скраб-странички. Да. И мне захотелось вот именно с этой елкой. Хотя вот это тоже красивый, да. Понсайте. С елкой захотелось сделать скраб-страничку. Да. Вот тут элементы накидать. Какую-то фотографию. И вот на фоне красивой такой снежной елки. Будет здорово. Наверное, для какой-нибудь прямого эфира для нас. Или для Рилса. Что-то такое. Вот. Наверное, все. Все. Мой пакет пуст. Да. Мой пакет пуст. Все. Закончилось. Большая посылка. Ну, не посылка. Это мой и заказ, и дизайн посылка. Все. Все, девочки. Давайте пишите, что ты ничего больше не покупала. Потому что это уже ни в какие ворота. И мне еще несколько посылок идут. Разных. Хватит. Хватит. Мне всего. В этом году. Сейчас буду раскладывать. Любоваться. Софтографировать. Как-то. Большой-большой приход. Материалов. Ссылочку на Golden Scrub оставлю. Магазин огромный. Там столько всего. Действительно. Если у вас есть время, можно покопаться. И что-то интересное найти. Либо очень выгодное найти. Там есть на сайте распродажи. Раритеты. Последние какие-то материалы. Которые в одном коллекте. Смотрите. Новостной влог от Вики. Каждую неделю выходит. Где она показывает. Это рассказывает какие-то новинки. Которые пришли в Golden Scrub. Вот. Обязательно смотрите. Проходите. Ссылочку я оставлю. Ну и ждите моей работы. Напишите, что бы вы, может быть, хотели. От меня с этим материалом. Может быть, у вас что-то это есть. И вы такие, Лена, как применить вот такой вот трафарет. Я сделаю что-то конкретно с этим. Ну и в любом случае, наверное, сделаю. С этим трафаретом. Классно. Все. Рады, что вы со мной. Побольше времени на скраб. Вам. И пока-пока.